Сообщите судье, что приехал Комаев на судебное заседание, и ее распоряжение мне должите. Добрый день, вы опять без масочки, опять забыли. Два делись масочки? Ну так вы персода это для меня что ли одеваете? Не, ну все хорошо у вас, все нормально, не переживайте. Кардан работает. Жанна Владимировна, масочку наносит на пените. Как скажете, не пинято. Так сделайте я. Ничего, что я съемку веду? Не, все нормально? Не напрягает тебя, не? Интернет можно выкладывать? Можно, что я. Спасибо. Что там было, я не уверен, даже не успел. Для какой цели у нее предъявили? Чтобы показать, что на вас есть, я верю, что на вас есть. Вы да, назовите, представьте. Морозовский, я жду указания судьи. Покинуть мне данное заведение, видно, нет. Ну, соответственно, желательный результат моего ходатайского рассмотрения незамедлительно. Вы обращались в полицию? Да. Что случилось? У меня сегодня судебное заседание прибыл. К разночному времени, чтобы взять участие. Но служба судебных приставов, которая здесь находится, меня не пропускает. Я даже догадаюсь, потому что без маски, наверное. Я предполагаю, что это с этим связано. Но для меня важно, чтобы отказок, который последовал не от судебных приставов, а от судьи. Потому что это один из доводов будет для отмены любого решения, которое судья рассмотрит в мое отсутствие. Вот сзади написано правило председателя. Только измерение температуры. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне можете сейчас не мешать? А я не мешаю. Он сам все прекрасно прочитает. Предлагаю записать заявление. И, соответственно, заявление приложить объяснение. Вот вам бланки. Которое будет зарегистрировано в установленном порядке. И указанное по закону срок разрешено. После измерения температуры. Причем здесь маска, ребята? Ну, просто такое. Право поединили я. Это общественное место? Смотри, общественное место. Это государственный орган. Так вот орган. Он не относится к таким постановлением. Никакое правительство Нурманской области не может ограничивать посещение граждан государственные органы. Ни в полицию, ни в суд тем более. Ну, вот вы заходите, вот на входе висит правило. Правильно? Нет, неправильно. Это правило для вас. Это внутренние правила. Правая доза. Спасибо. Все эти правила распространяются на вас, на ваш на работе. Хорошо, но не печально на вас. Нет. А почему на вас? Потому что никакой председатель суда не имеет права устанавливать какие-либо ограничения граждан. Понимаете? Я не ваш работник. Не работник аппарата суда. Он не имеет, он не законодательный орган, не исполнительный орган. Председатель, он только судей может организовывать, понимаете? Но никак не посетительный. В принципе, он не обладает правом издавать какие-то нормативные документы. Его распоряжение не является каким-либо нормативным документом. Это его распоряжение не порождает у меня ни прав, ни обязанностей. Сколько вы не собираетесь соблюдать правила, вам, значит, будет изготовлена копия листов из материалов дела. И поскольку вы, опять же, не указали ваш номер телефона, предлагается вам либо ждать, когда секретарь их изготовит, либо позвонить самостоятельно по номеру 45, 45, 67, и уточнить, когда вы сможете подойти и получить копию. Мне стоять ждать или нет? Вы сами решайте. Телефон вы дали. Нет, смотрите. Если вы сейчас будете заняты и пойдете, уйдете или будете ждать. Сейчас секретарю скажу, что вы здесь, она вам перезвонит и скажет. Да, ну нет, я понимаю, я буду ждать в любом случае решения судьи. Либо она откладывает до моего ознакомления, либо она нарушает мое право и проводит судебное заседание. То есть мне нужно решение судьи, не секретаря, не вас. Слава богу, слава богу. Так я изначально вам это по телефону говорил. Так вы же мне говорите, что я все должна сделать, вот я что могу делать. Хорошо, я жду распоряжения судей, все, спасибо. Жду распоряжения судей, тем более сейчас с сотрудниками пообщаемся. На основании федерального закона о полиции я к вам обратился, поставился и попросил предоставить документы. Давайте выйдем, на самом деле мы здесь создаем толпу. А им не мешает, по-моему. Вы бы сказали, наверное. Мы не знаем. Нет, ну если вы считаете, что так удобнее, давайте стоять. На самом деле мне это неудобно. Документы у вас есть, то есть личность есть тогда? Конечно, есть. Предоставьте их, пожалуйста. Зачем? Для установления вашей личности. Мамай Владимирович, я вам обязан документы с собой носить или что? Вы не обязаны документы с собой носить, тогда назовите свои установочные данные, число, месяц, года рождения. Мамай Владимирович, этого достаточно? Нет, этого недостаточно. Я считаю, что этого достаточно. Требуются полные данные гражданина. Я считаю, что этого достаточно. Вы отказываетесь назвать? На данный момент я отказываюсь назвать, да. Для установления личности вы будете доставлены на отдел полиции, на гарантин, расположенный в поле Дзержинского района. У вас есть основания? Да. Какие? Заявления. Заявления о чем? Я в чем-то подозреваюсь, обвиняюсь. Вы нарушаете постановление правительства нормы Москвы области о нахождении в помещении суда без средств для защиты органов дыхания. Сошлитесь на норму права, по которой вы сейчас говорите. Вы на данный момент вводите в заблуждение и себя, и меня. На вас поступает заявление граждан, я обязан его принять. Назовите норму права, которая дает вам основания меня доставлять только на основании какой-то... какой-то клеветы, ложного заявления, тем более такого заявления, которое в принципе не предусматривает мое доставление, задержание и тому подобное. Если мы говорим про статью 20... Конечно, конечно. Если мы говорим про статью 20.6.1, эта статья не предусматривает ни доставления, ни задержания. Более того, эта статья неприменима. Здравствуйте, Маганда. Здравствуйте. Можно вас спросить по поводу ходатайства? Я ходатайство отнес, жду просто временем уже почти половина первого. А вы ходатайство кому отнесли? Через помощника судья отдал. А кому? Но это очень много судей. Не-не, естественно, сейчас скажу, Кутерцева и Ирина Валерьевна. Я не могу вам сейчас посоветовать, потому что Кутерцева и Ирина Валерьевна сейчас в процессе, и, видимо, пока она не увидит ваше ходатайство. Ну, ты скажешь, она должна моего ходатайство рассматривать? Да, просто у меня сейчас процесс, она, соответственно, за ней так... Я к тому, что сотрудники полиции могут сейчас превысить свои полномочия и меня отсюда увезти. Ну, я думаю, что если они примут такое решение, оно будет мотивировано. Спасибо. Нет, оно не будет мотивировано, это уж точно. Владимир Владимирович, слушаю вас. Вы задержаны. Задержан? За что? По заявлению Федеральной службы судебных приставов. Так. Нахождение в помещении холла Октябрьского районного суда города Мурманска, не используя средств индивидуальной защиты органов дыхания. Вы будете доставлены в отдел полиции номер один, расположенный по улице Держинского, 7, для дальнейшего разбирательства. Так, 12.30 время задержания. Хорошо, 12.30. Так, и все есть. Вы согласны проследовать в пешем порядке в отдел полиции номер один? Я вынужден подчиниться вашему незаконному требованию. Большое спасибо. Я вынужден сделать на вас заявление. Плюс я хочу сейчас связаться с помощником судьи. Секретарь. Секретарь. Да, потому что мне нужно сообщить, что такая ситуация произошла. Вы, да? Секретарь? Да. Можно представиться, чтобы мне зафиксировался? Я Черноморцев Евгеньевна, секретарь. Ага. Купил материалы в дело, всех вам сделали. Прекрасно, спасибо огромное. Соответственно, мне нужно будет время. Мне нужно временно подготовиться. Потому что сейчас неизвестно, сколько я потрачу. Потому что я вам открою секрет. Меня будут сейчас мурыжить все три часа. Ну, да, я не знаю, что. Ну, я из худшего исхожу, понимаете? Соответственно, у меня нету... Не перебегайте, я разговаривал с секретарем. Значит, я вам еще раз давайте поясню. Прошу судебное заседание отложить на более поздний срок. Ну, как минимум на завтра, не раньше. Вот, давайте подожду. Вы повестку на завтра согласуетесь, на другой день. А на сегодня я уже не успею, потому что мне нужно время на ознакомление с материалами. Составляйте на месте протокол об инициативе права нарушения. Заявление, заявление на вас поступило, заявление. Куда поступает заявление? Заявление это не повод для доставления и задержания. Когда поступает заявление, то... Вы не знаете законодательства, вы не знаете ни нормы ППК, ни КОА, понимаете? Нету таких оснований заявления. Когда вы ограничиваете людей, свободу передвижения и тому подобное, вы должны действовать строго в рамках закона. То есть только в тех случаях, когда вам закон дает это право. Так вот, нигде не сказано, что наличие заявления какого-либо является основанием для доставления. Тем более по той статье, в которой меня обвиняют, понимаете? Я правила не нарушал. А то, что я без маски, это совсем другое. Правила и маски это разные вещи. Вчера, понимаете, о чем я говорю? Что в статье 20.6.1 идет речь о нарушении правил, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Я вам сказал, что могу еще удостоверение показать по вашему требованию, если хотите. Вы от меня примите заявление на Жанну Владимировну, давайте. Все будете писать? Конечно, на Жанну Владимировну, которая... У меня тоже есть видео. Видео есть, как она находилась здесь без маски. Вот, давайте. Все-таки решили. Да, давайте. Баш на баш. Даже на дашь. Жанна Владимировна, выходите. Я на вас сейчас буду тут писать. Давайте установим личность, потому что я фамилию не знаю, Жанну Владимировну. А вы пишите, а я со мной установлю с вами. Угу. Прям некрасиво получится. Я прям до Жанну Владимировну, она так со мной заигрывала, на мой взгляд. Как в старые добрые вельмена. Вдруг на дружки стучим, пишем, доносим и так далее. Каком число месяц года рождения? По существу. Что вы можете пояснить? 13.05.2021 года. Так, во сколько? Примерно в 12 часов. Указать сможете, кто это был? Конечно. Ну, допишите, что имеется и видеофиксация. Зовут Жанна Владимировна. Причем она уже это делает неоднократно. Неоднократно. Так, давайте потом сейчас вот вымажем секретаря. Поездка на понедельник. Угу. Данные факты фиксировались мной неоднократно. Да, да. Ну, конкретно этого работника. Тут на самом деле больше работников без маски, но именно этот человек зафиксировался у меня в памяти более конкретно, поскольку вступил со мной в дискуссию. Находясь без маски, она мне указывала, что я должен надеть маску. Барадокс. Накратно. Что я могу подтвердить? Видео и аудиозаписями, да? Видео и аудиозаписями. Все люди понимают, что вот этот зоопарк, который мы сейчас устраиваем тут на входе, но почему-то исполняют то, что в принципе даже не прописано нигде. В тексте нет такого изложенного. Ни правительством Мурманской области, ни правительством Российской Федерации, ни кем. Гражданка будет доставлена вместе с вами? Доставлена будет? Конечно. Что, серьезно что ли? Слушайте, вот ради этого стало прийти. Жанна Владимировна. Избавь-то, не понял, хоть беседу с ним, прошу. Жанна Владимировна, у них нет таких колномочий. Давай, я вас немножко вперед отпущу. Жанна Владимировна, чтобы она полностью мне в кадр помещалась. Жанна Владимировна, я не говорил, что вы нарушили что-то. Я просто написал, что вы без маски, без СИЗ. Я считаю, что вы ничего не нарушили. Это просто так, к слову. Это сотрудники полиции считают, что вы что-то нарушили. Я-то нет. Мы с вами одной крови. Боже, упаси. Боже, упаси. Присоединяйтесь к нам. Нет, не плохо. Против масочного беспредела. Или вас отмажут, ваши коллеги. Более тебя смешно. Ну как смешно. В наше время это уже не смешно. Это уже банальность. Чаридин, вы мне скажите, вы меня будете все три часа задерживать или как? Ну тогда да. День. Или вы меня прямо сейчас отпустите? Да нет, Владимир. Зачем зад задерживать? Не, ну у вас такой есть мордасов. Любитель подержать. А? Вы не любитель подержать? Я не вижу наставание. Вечность, устанавливание. Водоход будет оставить. Сейчас он вас примет. Да, сейчас он ничего не примет. Ничего не будет он пока мерить, вставлять. Я податайство напишу. И Жанне Владимировне посоветую. Как себя вести грамотно в этих ситуациях. Походите со мной. Где важно? Куда? Ничего, что мы сейчас находимся в общественном месте. С вашей точки зрения, я же без маски. Вы же все равно будете нарушать, правильно? А как и смысл я буду нарушать? Я вообще-то ничего не нарушаю. Вы предрешаете вопрос о моей виновности? Ай-яй-яй. Заявление о совершении преступления сотрудниками полиции. В данный момент сотрудникам полиции ППС, по-моему. Я не выключу, это видеофиксация ведется. Непрерывная видеофиксация о совершении преступления в отношении меня. Незаконное задержание, незаконное доставление, незаконное... Кем? Кем запрещено? Так на столбе тоже написано. И на заборе написано. Мне можно, я вам открою секрет, мне можно снимать. Значит, сотрудники полиции... Ну, в данном случае один сотрудник полиции, другой стажер. Как ваша должность? Инспектор... Инспектор... Инспектор ОБППСП... Передайте, пусть он со мной свежится. Сейчас Чарыгин. Приву вас. Чарыгин как? Александр Валентинович. Чарыгин Александр Валентинович. По заявке Ленина 54, заявление от судебных приставов нахождения без маски. Объяснение судебных приставов, рапорт объяснения, все стунуло. Все заявление есть. Я вам его передаю гражданина. А вы что, уже убегаете? У меня второй задержанный, по заявлению этого гражданина, тоже без маски, пойду оформлять. Вы не можете участвовать, он не собирается уходить никуда. В смысле, я собираюсь уходить немедленно, как только вы меня освободите. Вы же меня задержали, вы меня отпускаете. Протокол. Меня участковый не задерживал. Чарыгин. Я вас дежурную часть передал. Чарыгин, вы озвучили, что вы меня задержали. Сначала в 12.10, потом в 12.30. Куда убегаешь? Орел. Успугался. Значит, данный господин Чарыгин совершил в отношении меня, по моему мнению, преступление. Превысив должностные свои полномочия, осуществил мое задержание в 12.30, что озвучил. Не имея ни повода, ни оснований. И на данный момент мне интересует, кто конкретно меня сейчас задерживает. Потому что сотрудник, на которого я сейчас написал заявление, самоустранился. Отсюда я делаю вывод, что я на данный момент не задержан. Мне ничего сейчас не препятствует покинуть отдел полиции. Поясните мне. Если нет, то я разворачиваюсь, ухожу. Не трачу свое время. Я вас не подержу. Хорошо. Значит, данные у него имеются. Личность мою установил. Телефончик тоже есть. Звоните. Буду идти медленно. Можете кто-то догнать. До свидания. Продолжение следует... Спасибо.